Это у нас спортивно-технический клуб возле Азов Кабеля был. Это наша была команда. Рассматривая новое издание о матокроссменах, Валентина Киричек нашла и свои фотографии. В конце 70-х годов прошлого века она вместе с подругой покоряла сложную бердянскую трассу. Вернулась в молодость. Все прекрасные времена, когда действительно многого хотелось добиться. Ну и старались добиваться. Очень хотелось научиться ездить на мотоцикле. Когда приехали первый раз, посмотрели на эти горы, сказали нет, это не наше, наверное, будет. Ну а попробовали и получилось все. На страницах фотоальбома история возникновения и развития мотоспорта в Бердянске. Во время работы над изданием, которое длилось более года, авторы обнаружили интересные факты. Точное утверждение, что в Бердянске были мотоциклы, это был 19-й год, когда повстанцы Днестера Махно взорвали склады варшавского арсенала. И из того, что сохранилось, почему-то оказалось два мотоцикла. Место для проведения презентации книги было выбрано не случайно. На трассе мотокросса, расположенной возле Бердянска, с 70-х и до середины 90-х годов прошлого столетия, практически каждый день был слышен шум моторов. Идея возникла после выхода одного из томов энциклопедии о Бердянске, где была помещена информация о мотокроссе. И когда энтузиасты прочитали, спросили, а нельзя ли несколько пошире и побольше рассказать, мы попробовали. В принципе, насколько удалось решать, не нам. В книге более 100 фотографий, каждой краткое и подробное описание. Первые экземпляры получили не только ветераны мотокросса, но и молодые перспективные спортсмены. Среди них 18-летний Константин Густодымов. Был приятно удивлен видеть себя в этой книге. Мне очень приятно, что кто-то написал о нас. Завершилась презентация фотокниги показательными выступлениями гонщиков на трассе мотокросса. Субтитры создавал DimaTorzok